Розированное слово из 2300 слов «Арогенные месторождения золота» – предлагаемая классификация в контексте их распределения в земной коре и связи с другими типами месторождений золота. С сайта krdimer.edu давайте послушаем. Но это увлекательный материал. В статье, авторами которой являются Дигровс, R. Джоулий, Галтфар, M. Дживермариум, S. Г. Хигемон и F. Робер, рассматривается новая классификация некоторых типов месторождений золота. Авторы предлагают заменить термин «мезотермальные месторождения золота», которые связаны с региональными таморфизованными терейными всех возрастов, на термин «эрогенные месторождения золота». Они утверждают, что термин «мезотермальный» не подходит для этого типа месторождений золота в целом. Даже они могут быть найдены в уникальном диапазоне глубин – от 15-20-килограммовых излучателей до близкой к поверхности среды. Вместо этого они предлагают термин «арогенный», который отражает уникальную временную и пространственную связь этих месторождений с арогенными событиями в горном строительстве. Далее они предлагают разделить эти аэрогенные месторождения на три категории в зависимости от глубины их формирования – минус 6, гипозональные и больше 12. В статье также рассматриваются геологические характеристики этих месторождений, отмечается, что они часто встречаются в деформированных метаморфических породах всех возрастов, и характеризуются ассоциацией с породами фации золотого и зеленого сланца. Эти месторождения арогенового золота демонстрируют сильный структурный контроль в различных масштабах и, как правило, расположены вблизи крупномасштабных структур сжатия. Для них также характерна сильная латеральная зональность фас-альтерации от проксимальных до дистальных скоплений в метровом масштабе. Наконец, автор предполагает, что эти мезотермальные или, скорее, аэрогенные месторождения золота были сформированы в ходе деформационных процессов на сходящихся краях плит, независимо от того, где они расположены – в архейских или протирозойских зеленокаменных поясах или в протирозойских и фанерозойских толщах осадочных пород. Итак, перед нами новая схема классификации месторождений золота, которая лучше отражает процесс их формирования и связи с тектонической активностью. Увлекательное чтение для всех, кто интересуется геологией и формированием месторождений золота. На сегодня это все.